Итак, мальчики и девочки, мы продолжаем смотреть гранд-финал в рамках DreamHack Open Monreal. Это Энс против Кингвин на D-Dust 2. И с вами Crystal May вместе с N-Kanis в рамках RowHub. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами на этом гранд-финале. Вторая карта D-Dust 2. Это выбор команды Энса. И они будут играть в защите. Кингвин атаковать. Ждут пока что активности от защиты игроки атаки. Ау уже внедрился в нижнюю тэшку. Интересно, как будет играть сейчас атака против именно этой позиции. Потому что рано или поздно нужно выйти на центр и занять как минимум парапет. И по нему уже идет бомба. Посмотрите, Алла абсолютно всех пропускает. Это уже информация для защиты. Там два игрока на точке. Находится Эйрил вместе с Алексей Бинни. Получается, Эйрил выживает. Там еще хэдшот против еще одного опорника. Господи, Алла зашел в спину на игре. Там тоже получил хэдшот. Отдал дворец и таз упали. Там еще двое подоспели. У нас просто переполох. На этой позиции все-таки мини закрывает X7. А это уже не очень приятно. С другой стороны, было бы неплохо забрать бомбу. И с этим не справляется товарищ Раллен. Ситуация 2 на 1. Какая-то тотальная жесть здесь. Просто мясорубка на Апленте. Минис поставит все-таки бомбу. И походу ему будет очень-очень... О-хо-хо! Какой развал кабинета. Третий килл для Миниса. И походу он оформит квадро. Здесь очень сложно будет играть Аллу. Хотя, опять же, одна пуля в голову может решить вообще исход всего, что здесь только может быть. Минис перезаряжается. Выходит еще раз стреляться против Аллу. Что за жесть? Ну да, все-таки проиграет у нас 26-летний Фин. Поляку это 1-0, друзья. Что нам нужно знать о Дедасте 2 в рамках этого противостояния? Первое, что надо знать, это то, что у Энс нереальный совершенно винрейт на этой карте. Я просто не знаю, как это вообще возможно. Но за последние 3 месяца они отыграли 14 Дастов и 13 из них выиграли. В том числе, один из них они выиграли на СЛ против коллектива под названием Нави. Так и есть. У нас быстрый выход на точку В прямо сейчас от атаки. Аллу нужно проверить за машиной. Нет, не получается Маузу убить его. Там еще один хэдшот мог залететь. Но все-таки Раллен остался в живых, скажем так. Так и Минис уже будет закрывать своих соперников в верхней тэшке. Там уже 2 игрока команды Энсы показывались. Так что там, кстати, с Маком еще можно закрыться и вообще отойти на точку. Чем, собственно, занимается игрок команды Кингвин. Вообще по поводу Даста, ну вот, там статистика еще была такая, что за последние 17 Дастов только один проигрыш. И то Энсы проиграли Дасту против команды Хау. То есть, по сути, финские пятерки, которые, в принципе, там не особо-то... Ну, выступают где-то в последнее время. Ну, участвуют в некоторых квалификациях, онлайн-турнирах. Но все же до ланов не доезжает, в общем-то. И, ну, этот результат, конечно, можно считать. Но, с другой стороны, это все же не так жестко. У нас пожестко на миде. Два фрага от Сергея и Аэриала. Их 7 вместе с Аэриалом остаются. И там, кстати, очень красный рис вместе с Минисом. Было бы неплохо вообще уйти в верхнюю тэшку. В итоге они выбрали взорваться. Потому что не дать соперникам свои девайсы. Да. Они сначала просто вышли в дверь, поэтому назад пути не было. Видимо, побоялись, что противник именно на тэшке. Что касается Кингвинов, то есть не стоит думать, что Кингвины не умеют играть в ДАС-2. Они на протяжении всего этого чемпионата пикали сами себе в ДАС-2 во всех Best of 3. То есть они пикали его против Эгоу, они пикали его против Red Reserve. Единственная причина, по которой они не пикали его против Юнайтед в Best of 3, это то, что Юнайтеды сами забанили эту карту. Так что одна и другая команда очень хорошо умеет играть эту карту. Сами ее пикают, сами ее любят, сами ее берут. Что Энсы, что Кингвины. Ну, просто у Энсов какой-то обумрачительный совершенно винрейт на ней. И замечу то, что Энсы сами выбрали себе Дефенс первой половины. Так что они, видимо, в нем уверены. Потому что они выиграли по ножовщину. И, соответственно, решили, что они хотят играть на этой части карты. Ну, опять же, понимают эти ребята, насколько важно забрать себе несколько хотя бы раундов в защите, потом уже тащить в атаке. Так часто случается, что именно террористы забирают большинство раундов на этой карте. Вот сколько мы уже не посмотрели дастов, сколько я не посмотрел дастов вторых вообще еще в рамках квалификации главной на Faced Major. Тоже там атака просто проявляет свою доминацию, и с этим очень тяжело справляться. Раллен все еще в поисках фрагов с МП-7. Кстати, Ариц вместе с своими тиммейтами уходит уже в верхнюю тяжку. Этот Алекси Би должен выйти. Кстати, было бы неплохо закрыть вообще этот выход. Да, получается, убить только одного Арица, но дальше уже справляются с противниками Маус и ТАСС. 3-0. Сейчас будет первый девайсный раунд от обеих команд. И что будет на руках у команды Энца? А именно, мы ждем снайперскую винтовку от Алекси Яли. Он копил на него 5-850. И, в общем-то, тут же залетает этот АВИК на руки к славному финскому снайперу. И ждем мы какого-то врыва, может быть, на центр. Контроля над Митлом. Макфинта Аллу врывается и собирает первого соперника без шансов. В темке погибает Раллен. Но это было слишком нагло. Согласен, согласен. Кроме этого, опять же, обе команды очень-очень много времени уделяют боксу. В принципе, если посмотреть на притяжение DreamHack, почти все коллективы очень много тратят туда ресурсов, раскидок, соответственно, моликов, хаешек и так далее. И сейчас, соответственно, Кингвины поняли то, что и на бокс им не дадут зайти. И заходит на верхнюю УТ-шку, попробует сыграть через Б-плэн. Здесь два опорника, плюс еще и в любой момент Аллу подключится через миддл. Икс Севен уходит, кстати, к своему тиммейту, через окно оставляя Сергея одного. Ну, Серега жесткий, мы все это прекрасно знаем. Причем, кстати, именно Сергей выиграл для своей команды ДДАС-2 в полуфинале, потому что империалы готовы были выйти на допы. И последний раунд, как раз-таки 15-14, Серега просто затопил с тупого. Как раз-таки на этом тупом он и стоит и стреляет. Стреляет он эффективно, качественно. И тут вообще просто хорошечно, что называется, один тринер. Знаешь, такое ощущение, что вот поляки решили ходить на Б, пока получается. Вот пока у них вот есть возможность вот так вот выйти, поставить там бомбу. Вот как только их будут останавливать, они уже будут какие-то другие тактики использовать. Ну вот финны показали, ребята, так что ну как-то не стоит ослабляться. Б у нас не такое уж проходное. Тут же устанавливается тактическая пауза Виктором Войтасом. Нужно обсуждать, что же пошло не так. Ну как что пошло не так? Слишком уж однобока действовали. Начитались. Да, Ралин, который отлетел до медиа, в общем-то, контроль центра. Это самое важное на карте ДДАС-2 и чем занимались ребята из команды Энце. И на Двине тоже там особо-то себя не показали кингвин. Так что, ну, получили то, на что наработали вообще в предыдущем раунде поляки. Смотрим пятый и тут до конца еще не ясно, что будет на руках у Таза и компании, потому что все очень плохо по деньгам. Ну, во всяком случае, у Виктора Войтаса полторы тысячи, тысяча девятьсот у Мауза. Ну, все остальные получше себя чувствуют, но с другой стороны могут купить, по сути, там, пистолеты, может быть, какие-то. И это вот финансовое положение команды кингвин в этом раунде говорит о том, вот, насколько много они девайсов все-таки теряли против пистолетов. И, ну, на это потом уже нужно будет обратить внимание, потому что так себя вести нельзя на карте ДДАС-2. Особенно, если вы эти раунды забираете, вы выходите на точки, ставите бомбу. Ну, да, тут придется теперь подождать, пообщаться, в общем-то, с пистолетами дефолтными без армора. Что касается энсов, они просто играют дефолты, пытаются не подставляться. Они не знают, что у противника в руках, то есть они могут высчитать экономику и понять то, что противник мог что-то подзакупить. Какие-то, возможно, ЮМПшки, Диглы, ЦЗшки, вообще даже полноценно закупиться всем, что у них есть. Но мы-то с вами знаем, потому что мы-то с вами все видим с двух сторон. И знаем то, что у Кинга на самом деле ничего нет. У энсы могут не сильно беспокоиться. Эрил откидывает Смаченский очередной в сторону бокса. Даже если кто-то и выйдет, у Эрила еще в запасе имеется молотов, и он просто-напросто может всех сжечь. ЧТАС пытается создать какой-то эффект присутствия на шарте, дать на себя фокус, но это, честно говоря, не очень. Там все-таки активно щелкает верстом, вот, топает. В общем-то, сейчас будет все заканчиваться в этом раунде. Забрали только одного Аллу, но было бы неплохо, да. Там еще не дать забрать снайперскую винтовку и Эрилу, но нет. Тут справляется с противником, выходящим через бокс, и мы смотрим девайсный. Маус покупает снайперскую винтовку, и он получал там просто дропа 30, да. Минист будет, конечно же, основным снайпером на этой карте у команды Кингвин. Там кого-то подрезали, видимо, Минист. Простел все-таки не залетает по соперникам. Задимает точку Б у нас Х7 вместе с Алекси Би. И откидывается смог еще и на пальму. Вернее, не смог, простите, АХАЕ, который залетает под двух оппонентов. В общем-то, там не так уж и спешили поляки, так что не так уж много урона получили от этой сколочной гранаты. И только сейчас выход на Иксбокс. Возможно, будет еще и какой-то смог с последующим брыбом на Зиг. Вот, и, кстати, за центр пока что команда Энса боевать отказывается. Здесь есть Аллу на Зиге с АВП. Ну, можно просто притонуть Б, если взять, что у тебя уже есть контроль над бидом. Попробую сделать какой-то фокус, опять же, на шарту. Продемонстрируешь ты вроде как хочешь заходить на АПН, но на самом деле это не так. Так, Эджит Смаком просатывает КТ-спау на Аллу, ловит Тазо, дропывается сразу, Смаки полетели. Ну, вот как раз-таки с одной стороны, скажете вы, ну, они делали фейк, они пытались взять на себя внимание, но вместо этого это просто был минус один, Иксевн, кроме этого, еще и работает через дверь, убивает рауна. И атака Кингвин смотрится не только читабельной, но еще и суперлайтовой. Они потратили все свои раскидки в середине раунда. И теперь у них просто нечем закидывать своего оппонента, чтобы открыться сквозь Смаки. Даже элементарной флешки в Смак там не было положено. И поляки, конечно, заслуженно совершенно проигрывают этот раунд. Опять же, по деньгам снова все очень плохо, снова придется делать экономически. И такое ощущение, что Кингвин играют вообще за Дефенс. Ну, пока не выходят они на длину, и этому есть только два объяснения. То есть, или отсутствуют респы на эту точку, или же все-таки они решают вот на бэм нажать, а потом уж как-то вот играть может быть больше по центру. Флешки неплохие полетели на длину, тут уже Аэрил. Встречает одного-второго соперника, Алексей Ви, правда, потерял, тот тоже выходил под самую флешку. Какая стрельба, Аэрил, какой эйс, оу. Даже против Эко, даже против пистолетов без армора, посмотрите, как же жестко он себя вел в этой ситуации. Вообще переводка очень крутая. Потренировался перед тем, как вообще вступать сегодня в бой, и показал себя наилучшим образом. 4-3, энцы выходят вперед, очень просто. И самое интересное то, что вот в очередной раз команда Кингвин, ну, не то чтобы играет нелогично, но вот есть какая-то вот недосказанность после их раундов. Вот какой смысл без арморов с пистолетами выходить на длину? Я, естественно, не знаю. Ну, че нет. Учитывая то, что это дистанция, учитывая то, что игроки защиты могут... Ой-ой-ой, какой свап! Ура, Лен! Ну зачем ты прыгаешь? Зачем ты свапаешься? Ты знаешь, даже не свап, тут просто прыжок. Ну да, прыгаешь и свапаешь. Да, прыгаешь и свапаешь. А прыгал, то все. Тут был 100% минус от игрока атаки. Атаки получается 5 на 4 на ровном месте. Ну, видимо, игрок команды энцы не ожидал такой наглости. Да не, я просто это вижу уже второй день, понимаешь? Постоянно парни либо прыгают, либо свапаются, либо прыгают и свапаются. Или третьего не дано. Четвертого не дано. И на нюхе мы, кстати, видели пару раз от Алексея, когда он открывал дверь и свапался в этот момент на Б-пленте Аэрил. Отличная стрельба. Пошла. А им заходит нормально. Два килла есть. Тасправ все равно на размене. И Виктор Войтес выходит на Аплент. Большинство для Кингвин в любом случае, потому что они получили свои киллы на Алексея прыгающего и Алло сидящего. И раунд зайдет и поставит здесь С4 у Сергея. И с Эвена есть возможность просто пойти засейвить два девайса. Но, конечно, они не пойдут. Они мужики. Они финны. У них холодная кровь. И они пойдут работать до конца. Им надо это делать, потому что, ну, есть, в принципе, ресурсы. Есть и два дифускита. Правда, по смакам все по галяку. И можно надеяться на Кукли. Кукли, кстати, вчера работал. Прыжки с ВП и стрельбой реально мосхевная штука. Вот, пошло, пошло, поехало. Я не сомневался в Сереге. Этот парень реально хочет. Закрывает он Сергея. Да, Сергей пытался, конечно, старался. Но не сейчас, не сегодня. Х7 уносит снайперскую винтовку уже на центр. Кингвин не отпускает в отрыв своих противников. И, в общем-то, видно, насколько они неплохо умеют выходить через ЗИК. В общем-то, расшатали только оборону на дочка. И, ну, та длина, о которой я говорил, вот, может быть, еще чаще будет уже использоваться игроками атаки. Если будут РСП, опять-таки, сейчас. Вот, если посмотреть даже на меню карту, ну, РСП хорошего, по сути, нет. Вот, ближе к длине находится только один Маус. Вот, на точку Б понятно, что никто не побежит, даже учитывая то, что четыре игрока там могут оказаться очень быстро. Или же Мауса будут запускать. Нет, он готовит смог. Как раз-таки на тот самый старт, видимо. Минист тоже откидывает. Но это тактика Галактика с выходом, может быть, даже более поздним в этот бокс. Там занимается позиция в яме. Будет действовать Алексей Би. Также на длине оказался Аэриал. Ну и Алексей Яли за башины. Пока что в ЗИГе никого нет. Это очень быстрый выход. Посмотрите, раскидка на рину. Потом на центр врывается команда Кинга. На итоге Сергей забирает Аза. И тут же можно остановиться Маусу, потому что контроля респауна контрол нет. И нужно как-то вот против него сыграть в первую очередь. А потом уже попытаться выйти под ВП Миниса, просматривающий окно. Маус подберет сейчас С4, который его подкинул с его тиммейта. И заперты пока кингвины. Мы видим то, что как-то совершенно без зуба они смотрятся с точки зрения тактик. Но посмотрим, может быть, у них все-таки получится здесь пробиться дальше. Так, это будет буст. Да, это ранбуст на чек. Но чекали позицию, на которой никого не было. Алла тем временем стоит у нас на дефолте. Попробует стреляться. Откидываются смоки в ответ против кингвинов. Но опять же, вот что надо делать, конечно, в обязательном порядке, будучи на стороне атаки, это выбивать раскидки. И сейчас этим и занимаются. Кингвинята, выход отрица. Шикарнейший. И теперь лонг под контролем у поляков. Это проблема. На гусе стоит Алексей Бим. Пока что Аллу закрывается на испанском ящике. И тем временем у нас очень много игроков готовы выходить через зиг на точку Аллов. Ой, забирает первого Мауза, но дальше от Раллена не уйти. И тут все, конечно, зависит от Алекси Би, которого тоже замечает Ритс через длину. И будут сейчас просто его загонять до 3 игрока. Молотов, кстати, не самый хороший, бросил Минист. Но в любом случае тут Минист не промахнулся по Алексе. 2 в 3 ситуация. Их7 пытается выйти неплохо. Дергает противника, убивает его. В общем-то, минус снайперская винтовка. 2 в 2. И это уже шанс выйти дальше на точку. А, Раллен на спуске. И его тиммейт успел отойти в глубину длины Раллен. Врыв довольно-таки неплохой. Их7 теряет очень много хп. 28 у него остается. Мотов в итоге. Нужно выйти. Получается, Их7 забрать его Ритс. И здесь проблема на самом деле. Он может еще и убить хоть кого-то. Да, получается ликвидировать Их7. Но Сергей тут уже не мажет. 35 хп у него остается после этого контакта. Команда Энсы смогла выйти на 5 или 10 раунд. Хотя это было не так уж и легко. Он был очень близко, да? Учитывая, что там Зиг. Да, Зиг провалился. Опять же, там Гусь тоже не сыграл. Потому что действовал слишком закрыто. А как ему еще действовать? Учитывая, что на него уходит и длина, и Зиг. Но с другой стороны, мог бы там как-то попытаться выйти. Забрать хоть кого-то. Но потом ритейки. Их7 молодец. Вот мув Иксэву на Зиге. То, что он дернул снайперскую винтовку. Убил. Возможно, подарил им этот раунд. Так и есть. И у Кингвин снова не все в порядке с финансами. Искал-патрон. Идетер Картаза. Флажки залетают. Быстрое занятие бокса. Быстрое занятие мусорки. Не получается оформить Кингвином. Но Рэдс опять спасает ситуацию. Спасает этот день. Хаешки полетели. Ритс с минисом проседает. И все-таки не получается у Аллу ничего здесь сделать. Сергей, тем временем не нусует Мауз на миде. Почему-то Кингвины решили, что они могут настолько вальяжно играть по миду. Точнее, конкретно отдельный игрок команды Кингвин. Ну и три человека на лонге. И они полностью, конечно же, читаются. Энцы понимают, что тут происходит. Но нужно сыграть в меньшинстве. При этом всем Кингвины имеют нереальное количество времени, чтобы взять и уйти. И организовать наступление. Совершенно другой плент. Можно еще будет вернуться на длину. Но перед этим стоит прочекать спину. В первую очередь. То есть по джиммидлу. То есть вообще было бы неплохо ставить все же одного игрока на длине. Но решили полностью перегруппироваться у нас ребята из команды Кингвин. Но с другой стороны, тут еще будет перетяжка. Как минимум от X7 на базу B. Прочекал, кстати, он эту точку. Потом вернулся на центр. И Кингвин должны будут выходить уже через верхнюю тэшку слишком скоро. А X7 не читает это расположение соперников. Сергей тоже на зиге. И по сути сейчас у нас атака должна угадывать. С другой стороны, на определенном тайминге защита тоже должна задуматься о том, что... Или нет, тут никто у нас не показывается. Так что стоит уже, наверное, угадывать. Да, они остаются. И это, по сути, сейв. Вот сейчас будет информация о том, что бомба поставлена. И, по сути, уже дальше раунд не берется. С маком еще закрываются игроки атаки. Тут еще момент в том, что НС просто не увидели противника на миде. То есть X7 несколько раз переходил ворота на миде. Смотрел, соответственно, т-спаун и не увидел никого. И думал, что, ну, скорее всего это все-таки аплодисменты, раз уж они не показывались. Кингены просто разминулись. И все-таки ретейк будет. Да, это будет попытка ретейка. Есть и фускиты, есть молики. Смака, правда, нет, чтобы ладить его на бомбу. И придется тут уже силовыми методами выбивать точку. Но постреляли, постреляли и ушли. Понимая то, что все-таки шансов крайне мало. Особенно если взять то, что у тебя нету контроля верхней тэшки, которая необходима для качественного ретейка. Это 5-5, нос в нос у нас идут команды. Напомню то, что кингвинята взяли первую карту, свой собственный маппик Денюк. И сейчас они, в принципе, уже на пяти раундах на атаке. Но мы знаем прекрасно то, что на даст-2 вроде как т-сайт сильнее статистически. Но энцы сами взяли себе дефенс. И пока они не могут уверенно на нем закрепиться. Ну, только что проиграли длину. И там, кстати, бочка сыграла очень хорошо для Ритца, который в итоге там неплохо вышел. Две головы поставил. Бочка закрывала его. Игрок защиты так и не смог там неплохо сработать на яме. Тут подсадка на зиге. Алла может очень быстро оказаться на миде. Я напоминаю, что у него снайперская винтовка на руках. И, в общем-то, пока что Алла дальше не идет. Алексей должен рано или поздно ворваться, чтобы хотя бы проверить соперника на этой позиции. А потом уже отойти. Хаятка летит там, наверное, неплохая под ноги. И Эрилу, и Алла будет подсадка против Ритца, который все это дело поджигает. Господи, сколько они хп здесь потеряли на этой точке. Тут просто нереально. Минис уже ожидает выпада у соперника на точке. А, у него снайперская винтовка. Это очень опасная позиция. Господи, какие тайминги и здесь. Будут Алла уже будет чекать соперника. И Минис все-таки сделал свой выпад. Да, получается, заработать первый фраг на длине. Как дальше действовать непонятно. Там Смаком закрыл себя товарищ Алексей. И, ну, атаки можно дальше не спешить. Вот вновь мы отмечаем то, что у них есть преимущество на этой точке. Можно опять же снова оставить у нас игрока в яме. И потом уже поработать по центру. С другой стороны, там нижняя этажка подконтрольна. Игроку атаки это Раллен, который может закрыть еще и Сергея и Иксевана, которые направляются на Зиг. И мы видим, что команда Энси пытается угадывать. Раллен, кстати, сейчас может устроить. Да, Энси полностью перестроились на Аплэнт. И Алексей убивает одного. Его снайперская винтовка работает. Замечу то, что он забрал его трупа, по-моему. В это время ему всем он убивает еще и Таза. Горит, Маус. Боже мой, как же грустно. Сейчас для Кингвин разворачиваются события на Плэнте. И все это время Раллен ничем не помогает. Он находился на нижней этажке. Он мог бы в любой момент подключиться через Шорт, например. Но его там ждали. Он решил здесь сделать какую-то интересную агрессию через КТ. Спаун. Рид открылся. Убил одного. Сразу же перешел на перезарядку. Раллен убил еще и Сергея. А он остается 14 хп. И по нему есть инфа 10 секунд. И он просто не выживает. Потому что он слишком открытой позиции. И он не мог никуда уйти. Ну такой раунд. На самом деле где-то должны были проигрывать ребята из команды Кингвин. Потому что настолько однобоко действовали. И по сути все время играли 4 в 5. Выход через длину. Раллен вообще, по сути, собирал информацию по миду. Потом вышел на точку Б. Но было слишком мало времени, чтобы обратно перетягиваться через Рест в бомбе. И ну да. Тут получается все-таки за счет Раллена. И его выхода уже позднего. Убить соперника на Зиге. Потом уже выпад через испанский ящик. Вообще непонятно чем занимался. Там игрок в защиту. Учитывая то, что слишком мало времени было у атаки. Так. Тут Алло забирает Аза. Маус. Тут же на размене. Ридс вместе с ним. Алексей бил. У машины падает. Но Аэрил дальше стоит. Ри-и-и-и. Раллен закрыл уже X7. А последний X3. Но были некоторые шансы, чтобы еще хотя бы одного бойца команды Кингвин ликвидировать. Но Энце не смогли тут после тебя выступить. Чудятливо только у них не было дальше гранат. И тем более арморов. Чтобы как-то дальше, ну не знаю, не сбивался у них прицел после попадания от Калашей. 13. Раунда мы сейчас посмотрим. 5-7 в пользу команды из Польши. Энце закупается. Но нет снайперской винтовки. Это тоже проблема. У них был, кстати, момент, когда два века играли на карте. Это Сергей и Алло. Но вот сейчас вынуждены они играть. Но четко 3 плюс 2. То есть без центра. Потому что там может орудовать минист с АВП. И это Энце у нас помнят. Возможно, будет еще и выход через СВО. Господи, тут слишком уже активно тебя ведут Кингвин по направлению этой точки. Возможно, это будет даже сплит на Б. Давно такого не видели. Да, сплит Б, по-моему, вообще не видели от Кингвин на протяжении... Хотя, может быть, да, один был. Одна была попытка. Помню, помню. Энце как раз заглушили их полностью. Даже не дали выйти к дверям нормально. Ну и Таз вместе с Роланом получает немного дэмэджа с ХЕшки. У Энце заканчивается по факту раскидки. Из-за удерживающих гранат у них только один смок. Никаких моликов, никаких ХЕшек нету. Еще несколько флешек. Это, конечно, маленький объем. И здесь необходима аркада, как решил Алексей Би вместе с Эрилом. Они пошли сами в агрессию на торту. И она может принести свои плюсы. Побивает капитан команды Таза. Кроме этого, Ролан сразу отвечает за Виктора. Ну и здесь уже, видимо, контакт исчерпан. Или нет? Как-то таки Алексей Би хочет продолжить. Его не очень понятно. Если он здесь проиграет, то Кингвины получат себе билет в Аплент. Без каких-либо напрягов. Ну, размен пока неплох для команды Кингвин. Устремляется атака на длину. Там будет три игрока плюс один выход через Зиг. Это мини-СВП. Ну и Ритц первый в этом выходе. Ну, Аллу тут в неплохой позиции. Алексей Би на себя будет байтить. Это тоже интересно. Там смок полетел. Молотов на машину от Ритца. Вот он выпад. Ну, Алексей открывается. Забирает одного соперника. Ритца успел забрать одного. Ну и Маус закрыл еще Аллу, который пытался выйти из-под Молотова. Это очень неприятно. Два-три ситуации. Х7 вместе с Сергеем. Оба находятся у себя на РСП. Нужно перетягиваться на Зиг, если они хотят попытаться поработать в этом раунде. Побороться за него. Но бомба-то уже поставлена. Там еще есть Ави, который контролирует выход через Зиг. И один игрок на длине. Закрывает мини-С уже Х7. А последний Сергей. Смотрим на деньги команды НЦ. Нужно идти на сейв. Да, нужно идти на сейв. Вообще решение в середине раунда без информации пропушить все-таки Зиг, оно было неплохое. Но опять же-таки размен один в один. И дальше вы уже не можете работать, потому что атака откидывается с маками, с флешками. Вы тоже там не особо-то активно двигаетесь. И проигрываете эту точку, через которую потом уже могут выходить очень легко противники. И плюс длина тоже подключилась очень вовремя. Ридс молодец. Это именно тот боец, который в предыдущем раунде откинул молотов от Аллу и дал очень важный размен. Команда Кингвин по аналогии с предыдущей картой забирает первую сторону. Уже 8-5 счет и НЦ должны тащить. Да, так и есть. Но при этом всем Кингвины явно сполоченно действуют. Очень классная координация вместе. Хоть и читались на протяжении достаточно большого количества раундов, Энсы не всегда могут просто-напросто перестрелять. И давайте понаблюдаем за этими СЗшками, которые будут в руках у Энс. Потому что закупаться придется, видимо, уже на все два раунда подряд. Вполне вероятно. Потому как и на 15-й раунд у них экономики также не будет. И поляки должны будут этим воспользоваться. Дотянуть это все дело до 50. И смогут уже закрыть в таком случае ко второй половине с хорошим счетом. А там, гляди, и финальчик можно будет перекрыть со счетом 2-0. Напомню, что у нас только три серии. Раунд пришел. Говорит, здорово, парни. Че, как у вас дела? Но убить кого-либо не получилось. Хотя крайне опасно. Открывался здесь очень широко. Отдвигался. Тем временем Таз находит на шорт. На Апленте три человека на длине. Их можно просто отрезать при помощи пары моликов. И просто поставить бомбу на шорту. И таким образом не дать возможности Энсам хоть что-либо продемонстрировать в этом раунде. В принципе. Ну, Алексей Би понимает, что они уже не угадали с этим выходом на длину. Бомба уже поставлена. И тут Раллен может закрывать выход на мидл. Икс Эвен его не читает. Первый минус уже от поляка залетает. Минис встречает Алексей Би. Это все происходило на длине. Сергей. Может зайти в спину к Маузу. Было бы неплохо вообще забрать Кабадин Ак-47 в следующий раунд. Ну, нет, не получается. Там опять же смаком еще закрылась атака. Остается только Аллу и Ярил. Ты знаешь, я вот в начале этого раунда хотел сказать о том, что вот это уже не нюк. Тут с СЗшками не особо-то побегаешь. В принципе, процент взятия таких пистолетных раундов, ну не пистолетных, а полу-форс раундов с СЗшками и Арморами, он слишком мал. Вот, он низок и, в общем-то, тяжело вообще играть с Калашей, которые очень хорошо раскидывают, комбинируют. И при этом, что самое интересное лично для меня, вот, команда Кингвин не так уже часто играет через центр. Мы привыкли к тому, что террористы туда очень часто ходят, в эту дверь, там, обузят ее, раскидывают контролский респаун, хотя бы как-то пайкуют. Это так получается, что играет прямолинейно, но самое главное, что это работает. То есть не нужно придумывать велосипед, и Виктор Войтес это понимает. Особенно против молодых игроков команды Энси Сергей забирает минист, хотя я думал, что, если честно, вот, должен забирать как раз-таки минист своего соперника, учитывая то, что он заметил Сергея первым. Ну, самыми, конечно, грустными людьми и у Энси играются парни, которые стоят на Б, и у них скука смертная, прям, монетная. Ну, в начале был экшен, когда вот кингвину и садили четыре раунда, а потом все. Вот, и поле пустое, в общем-то, можно как-то там, конечно, пытаться угадывать, оставлять одного на Б, но в какой-то момент, конечно, кингвины самые могут этим воспользоваться. Интересно то, что Энси не пытались пушить постоянно верхнюю тэшку, то есть занятие верхней тэ дает тебе возможность реально многие вещи совершать в дальнейшем, помогать своей команде. Особенно на раундах, которые кингвины длинные исполняют, но боятся, боятся ошибаться, боятся подставляться где-то, и поэтому не используют. И мы видим уже каждый раз, что одно и то же, Энси не пушат верхнюю тэшку, или если и пушат, то редко и используются так себе. Или к себе, отличная флешка под него была, вся команда кингвин упала здесь разом. Опять же, момент в том, что на лонге всегда есть один большой риск, что вы, продвигаясь всей командой, получите одну флешу, это одна флеша полностью вас уничтожит. 6-9, друзья, и финны хотя бы забрали последний, но опять же, пока ощущается усталость какая-то, потому что с точки зрения решений все неплохо. Они достаточно часто угадывают, где находится противник, они понимают, что он делает, они стягиваются чуть ли не всей командой под защиту того плента, на который кингвины собираются. А собираются они всегда на А, и вроде все делают неплохо, но стрельбак, к сожалению, проседает, и мне кажется, что это связано просто с усталостью. Все же слишком просто действовала команда кингвин, даже учитывая то, что они вышли на эти 9 раундов, и видишь, вот усталость, не усталость, но свой какой-то минимум в защите только что энца забрали. Все нормально, абсолютно, ну, дело в том, что, конечно, еще многое решится на пистолетном раунде, но даже вот если энца сейчас его проиграют, будет там, ну, давайте подумаем, счет 12-6 в пользу команды кингвин, ничего не будет решено, абсолютно. Атака может с такого счета очень легко возвращаться, если забирать себе хотя бы первый девайсный, а потом уже пошло-поехало, уже у тебя хорошая экономика, которой ты можешь давить своих соперников. Ну, что, удачи команда, ребята, удачи вам, если вы болеете вообще за энца или за кингвин. Мы смотрим гранд-финал, Dreamhack Open, Monreal, с вами Crystal May и Энканис, и это вторая карта. Команда энца отыгрывается, они проиграли первую. Аллу замечает уже активности от Таза, дуэль старичков здесь намечается тоже на точке Б, Маус, пропрыжку тоже Аэриала зафиксировал, ну и пока что энца дальше через верхнюю Т-шку не идут, будут спускаться в нижнюю и чекать всевозможные углы, потому что защита могла поджимать. Да, они просто очень-очень аккуратно все делают, потому что понимают, что очень-очень важно здесь забрать пистолетку плюс два, таким образом сравняв счет. Но посмотрим, как у них это получится. Таз на миде, не то чтобы Виктор Войтус, лучший аймер в своей команде, но главное, что он может сделать, это опытно, спокойно выжить, дать инфу, и сделать все для своей команды, чтобы она могла принять ударные позиции и уже принимать один из выходов по Тенц. Но да, начинается стрельба на дальних станциях, обычно юспы в таких должны выигрывать, но мы видим то, что да, получается у Рауна с П-2000-го убить Ариала, и энцы выходят на шорт, и они полностью читаются, их желание выйти на аплэнд полностью ясно, Кингвин и Поляки должны перекрывать все проходы Ридз, хэдшот один, хэдшота второго не будет, и все на те временем минсует Таза, Рауна врубается здесь по полной, у него уже два кила, Маус должен поддержать его с шорта, выйди и надо вместе сыграть, надо вместе сыграть застакаться, энцы поставит С4, Рауна уничтожает машину, и теперь просто вдвоем, вдвоем против Х7, который так и не поставил С4, да, его размансуют, да, у него нету ХП, это так же, как и у Мауса и у Рауна, но их двое, и это самое главное. Маус будет перетягиваться на длиннерс, нет, нет, идет в мидл, это будет выход через Респ, вот там уже умирает уже Рауна, ситуация один, один, в итоге тринадцать против восемнадцати ХП, ребята, кто кого сейчас выиграет, непонятно вообще, Х7 чекает также выход на длину, но тут уже Маус готов на рампе оказаться, ну и один патрон, и в одну, и во вторую сторону, скорее всего, решит исход этого пистолетного рауна, Маус, какой выход, какие тайминги, Х7 все-таки не бывает его, 6 ХП устается, господи, что вообще произошло в этом пистолетном, это раунд в пользу команды из Польши 10-6. То есть, вообще, я тебе хочу сказать, Дмитрий, то, что изначально Кингвин допускали ошибку, знаешь почему? Потому что они остались вдвоем против одного соперника, который, ну, до сих пор еще не ставил бомбу. Да, и расплитились. Его пушить, в принципе, ну, не было никакого вот, не было никакой надобности вообще выходить, там как-то стреляться с ним, нужно было просто одного отойти, попытаться, во всяком случае, к себе на рейс, второму стоять на зиге. Все, пусть ставит бомбу, там уже как-то вместе попытаемся выйти. Так получается, что за счет этого мува, то, что сыграли по одному, да, имел абсолютно все шансы взять этот пистолетный раунд, не получилось. Все-таки к успеху не пришел у вас игрок Эмса. Самый лучший, видимо, в ногу попал, потому что демиджи реально очень мало вписалось, или я не знаю, как там это все произошло, но Глок не выиграл, и два патрона нужно было для того, чтобы все-таки выбить игрока Кингвин, оставшегося в живых, и взять вместе с ним важнейшую пистолетку, потому что эта пистолетка по факту за финал. Она по факту чуть ли не за хубок, потому что сейчас, если бы Эмсы брали, то они вышли бы, вполне возможно, вышли бы на временную ничью 9-9, но вместо этого они получают себе ситуацию, в которой они выходят на 6-11, и только сейчас они получают возможность сыграть с Калашом вторыми арморами и так далее, потому что была поставлена бомба в первом раунде, и Алла, кстати, берет себе безарморную снайперскую винтовку. Да, будет отстреливать выходящих на центр, вообще, занимающих точку Б игроков команды польской пятерки. Проходят все-таки они через смок. За точку Б отвечают два игрока, это та вместе с Минисом. Ну и также мы видим, что на длине есть три игрока. Занимали они эту точку, отказываются пока что от Зига Кингвин, но рано или поздно нужно будет возвращаться обратно на дефолтные позиции, оставив только одного бояца в яме. Ридс уже будет на гусе. Энце, кстати, вот такое ощущение, что ждут поджима от соперников. Играют крайне аккуратно сейчас в атаке. От снайперской винтовки Алексия Яли, который просматривать должен уже дверь. Ну и тем временем занимается бокс. Сергей ожидает выпада, с ним же будет действовать еще один игрок, как минимум. Бомба по направлению длины тоже смотрит Аллу. Должен выйти на Зиг. Вот там пока что горит Молотов. Ну и как же сыграет сейчас в защите Кингвин? Потому что, ну пока без информации вообще. Только вот там как-то там через окно действует центр. Он должен собирать для себя информацию в любом случае, как бы вы там ни играли, в какой формации ни строили свою защиту. А тут уже Аллу. Галяется на Зиге, чекает Молотов. Чекает гусь, на которой было бы неплохо вообще бросить Молотов. Но его нету атаки. Это тоже проблема. Маус будет принимать своих соперников, тушиться все-таки моллик. У нас рады не Ариал. Закрыт оказывается. И отлетает от Мауса первый фраг для команды из Польши. Вот он выпад. Еще один Раллен. Он открывается также на Х7. Получается абсолютно всех убить сейчас в команде Кингвин. Но и не могут выйти через эти два фронта Энце. Остается только Аллу вместе с Алексей Би. Да, им будет крайне сложно здесь что-либо продемонстрировать. Опять же, два на пять. И да, они могут убить Ритца. Окей. Сейчас могут еще и даже прикончить Рауна. Вопрос только в том, смогут ли они завершить этот раунд в свою пользу. Раун слышит, как ставится бомба. Зайдет сейчас и прикончит Алексей Али. И вот сейчас Алексей Би... Ах, как же ж не прикрывал Аллу своего тиммейта. Это, конечно, боль. Чекал он в этот момент шорт тайминги. Не сошлись, что называется. И теперь уже Кингвин 1 в 3. Да, тут будет очень сложно. Сатас чекает соперника. Аллу щелкает все-таки его. И это уже шанс. Один на два против Мауза и Миниса. Но при этом, конечно, нет раскидок, нет армора. Это тоже может сказаться потом уже. После выхода от двух и какого Кингвинса. Аллу щелкает еще одного. Один на один ситуация. Это уже минус три от Алексей Али. Неужели он будет тащить этот раунд? Давайте посмотрим. Да! Прострел по Маузу, который тоже решил действовать через эту позицию очень медленно. И, в общем-то, все делали неплохо, ребята. Выходили вроде как вместе. Но Аллу здесь на реакции просто ювелирно сыграл. Седьмой раунд для команды Энса. Спасает он свой состав. Супер опытный. Снайпер, который только что зарешал. И Кингвин проседает по экономике. Они имели абсолютно все шансы. Вот 90% закрыть предыдущий раунд и выйти на 12 очко на табло. Алексей заходит на мидл. Здесь 7 п. А, 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 а! Не работает у него таз. Все-таки выдергивает оппонента. Замечу то, что выход еще тем временем у нас от Энса в Б плент. И здесь у Кингвин ни одной опорной позиции вообще. Они решили усиливать А плент и мидл. Вместо этого забыв у одной из важнейших точек, на которую можно поставить С4 с легкостью. Не особо напрягаясь. Аллу кроме этого еще и щелкает людей через мидл. Ну что ж, друзья. На самом деле момент в том, что Энсы снова переворачивает форсбайны и раунды на вторых и на третьих там моментах. И здесь сложно, сложно играть. Кингвин все-таки засейвит себе ЦЗшки и УМПху. Ридс, кстати, не покупал вообще ничего, поэтому сейвить его нечего. Возможно, ему стоит пойти даже где-то попытаться сделать какой-то килл, чтобы забрать чужой девайс или отдать свой. Ну и на следующий раунд, возможно, накопят на какой-то девайс. Хотя это будет достаточно сложно. А что несложно, так это накопить на крутой Samsung A7 за 13 990 и в 10 раз больше интернета от мегафонов. Больше-больше Counter-Strike. Прямо сейчас на ваших экранах закончилась квалификация на мейджер. Но вот финал DreamHack'а тоже нас радует на самом-то деле. Радует глаз то, что происходит на карте DAS2. Да и вообще нюк у нас тоже был потный. Ребята, если пропустили, посмотрите на канале CSRHUB на YouTube. Двадцатый раунд, 8-11. Вдохнул все-таки жизнь своих тиммейтов Аллы только что после этого клача. На самом деле это был самый важный момент в начале вообще этого возможного камбэка от финнов. Fingin пока что без экономики вынужден играть с EMP-шкой. Двумя CZ-шками, P250-ми, дефолтным пистолетом от Миниса. Понятно, что он будет копить себе на снайперскую винтовку. Купит ее в следующем раунде. Или же там будет спонсором еще Ritz. Хотя вот было бы неплохо еще посмотреть на вариант защиты в два АВП. То, как у нас в один момент играла команда Энси. Правда, вот до определенного момента играла. Пока не проиграла тоже важный раунд. Потом потерял всю свою экономику. А сейчас Kinguin должны встречать своих соперников на меде. Получается, Миниса забрать Алекси Би. Дотянется он до Девайса или нет. Тоже вопрос. Ariel поджигает. Эту позицию было бы неплохо еще попрошивать. Но отказывается пока что от этого Fing. Тут же выход на точку B. А тут есть уже игрок защиты. Вот он. ТАСС, который забирает X7. А неплохо. 5 на 3 ситуация. Минис тоже врывается еще и смоком. Только что промахнулись ребята из команды Энса. Но Ariel. Какой выход. 3-4 в эту сторону. Просто смотрел. И в итоге, как же круто он расконтролил свой коллаж. 80% вражеской команды он уничтожил. Тут просто нереальный совершенно аим от Ariel. Причем, я помню его... Я переключался между всеми, кто врывался. И просто без шанса там все отлетали. Жестко, жестко. Не, я смотрел только за тазом. Он был в тупом. И он все медлил, медлил. Когда же ворваться? В конце концов, ворвался. Совершенно отвратительный тайминг для него не получился здесь. Он, конечно, об этом не знал. В любом случае, 9-11. И Кингвины сейчас будут иметь возможность закупаться. Но тот раунд, который Аллу принес своей команде, он дал очень серьезный буст Энсон. Хотя, казалось бы, они уже, в принципе, находятся в сложнейшем положении. Но здесь и плюс Морайли, плюс, конечно же, еще и раунды. Так что финны продолжают воевать. И Ariel сегодня был не настолько хорош. Буду честен. В Best of 3 предыдущем против Империалов он выступал, именно даже по ему, очень и очень неуверенно. Но вот на гранд-финал врубился парень по полной. И что дефенс, что атака, надо дастить. И пока смотрится от Эрила очень и очень солидно. Именно в качестве индивидуального микроскилла. ВП от Миниса, а ВП от Аллу. Две снайперских винтовки пока что не тридцат на месте. Кто знает, что он будет попозже. Только если Кингвины, как всегда, начинается селение лонга. Вообще все команды на этом чемпионате играют через трипл-лонг. На регулярной основе в дефенсе. Если этого и не происходит, то это редкость. Тем временем, минус один от Миниса, который смог все-таки с шарта найти свой килл за ход от Энс. Как раз-таки на эту же часть карты. Выход будет постепенно в сторону Аплента, если только финны не передумают. Минис уже на рампе. Дальше будет расчехлять снайперскую винтовку. Ой, Ралин мог ошибаться только что на миде. В общем-то, шить в Смок против Калашей это очень часто ошибка. Нужно перетягиваться обратно в глубину Б-Аплента. И он это поднимает. Команда защиты отдает полностью центр. Минис. Как же ему сыграть? Сергей перетягивается вместе с X7 в верхнюю тэшку. Там же находится бомба. Возможно, будет какой-то сплит. Или попытка фыкануть сейчас у двух игроков через зиг. Это тоже интересно. Флажка полетела против снайпера. Абсолютно слепой Минис. Спускается уже десант. ТАСС закрывает Аэрила. А лута уже отлетает. И это уже проблема, потому что выход на точку Б на двух игроков сейчас. Молос там отворачивается. Но все-таки Ралин убивает Сергея X7. Остается последний. И убивает одного оппонента. Но дальше как пройти тоже непонятно. Смоком воспользовался. Уже на точке. Было бы неплохо поставить бомбу. Но там уже идет перетяжка. То есть вместе Кингвин через одну позицию будут загонять противника. Флэшка на верхнюю тэшку. Ну и туда, скорее всего, уйдет товарищ X7. Тяжелейший плач. Он поставил бомбу на тэшку как раз-таки специально. И поэтому он сможет просматривать ее. Из-за того, что у Кингвин нет ни одного выбивающего с тэшки, ситуация для X7 немножко облегчается. Кроме этого, единственный плюс для защиты это то, что у них есть смог на бомбу. Сейчас они как раз его поводут, где-то они положат смог на тэшку. X7 отрезан. Сейчас попробуют какие-то пропушить через флэш, но не получается. Что ж, еще один раунд для Кингвин. Я не очень понял вот этого маневра на шарте. Если вы фейкуете, зачем просто брать и умирать вот так? Там не совсем фейк был, понимаешь? Там была раскидка, флэшка для того, чтобы промах был от снайпера. Ну или хотя бы он там как-то начал двигаться. Спуск вниз с попыткой убрать одного хотя бы на центре, чтобы B было легче выходить через верхнюю тэшку. То есть, ну, это можно назвать фейком. С другой стороны, это можно назвать тем, что вот B выходит, а мы будем отрезать какую-то перетягку. То есть, это неплохое решение. Но, вот видишь, сработал Таск, который, во-первых, находился у себя на респавне. Ну и второй, Минис тоже дал трак очень тоже крутой, потому что Аллу там как-то сработал с авиком. То есть, у Аллы была какая-то подача, чтобы удержать как минимум на себе хотя бы нескольких игроков, пока его тиммейты пытаются выйти через верхнюю тэшку. Ну что ж, смотрим мы очень важный раунд для обеих команд. В общем-то, экономика пока что на износ идет и у одних, и у вторых. Эрел первый через Зик, и тут уже Минис с авиком. Смотрим затем, как он будет обороняться. Флешка еще одна, полетела слепой. По нему была получена информация, еще одна флешка будет уже от него. Закидывают всем, чем только можно, ребята, из команды Энса эту точку. С Маком неплохим отрезается Минис. Еще одна флешка в лицо, господи, уже третья. Но он уже на гусее, встречает Эрела. Неплохо, 5 на 4 ситуация. Как там будет перетяжка или не будет? Да, есть Раллин, который, суков, забирает Сергея. Ха-ес, летит под Аллу, тоже неплохая. 49 хп остается в итоге. Бомба до сих пор не поставлена, это крах. Команда Энсы прямо здесь и сейчас, и это выходят на точку А. Супер бронегойный, конечно, от Kingwing Defense на Апленте. Невероятная работа от начала до конца. Чисто, гладко, хорошечно от Kingwingов. 13-9 и Энсы просто обезглавлены. Им надо ставить паузу. После таких раундов обычно она и происходит, потому что ты просто бьешься головой в стену. Вот, вот она пауза. Спасибо, спасибо, Алексе. Да и денег нет тоже. Во-первых, паузу поставить. Во-вторых, принять очень тяжелое решение. Стоит ли Сергею покупать себе АК-47? Вот в этом раунде. Все остальные могут слить. Ничего не покупать. Вот Сергей может сыграть ударником. С другой стороны, вот есть у вас один калаш, а как пройти АВИК? АВП может показаться уже и не только на рампе, на длине, на центре. Тоже там Миниса, ну, ты не прочитаешь по сути. То есть нужно принять очень важное решение прямо здесь и сейчас Сергею в первую очередь. Да раз бы я под калаш, чё? Ну, как тебе сказать? Важное и серьезное решение. Раз бы я под калаш. Хотя Сергей вот как раз таки и бейет ближе респ на точку B. Но я думаю, что они все-таки придут тому, что стоит сыграть с пистолетами. Потом уже Сергей купит АВИК на следующий раунд. Оу, Энса, конечно, вот все еще позади. То есть на шаг впереди находится Кингвин постоянно. Вот у них это выходит как-то вот вырываться. И, в общем-то, сейчас нет сомнений в том, что Кингвин выйдут на 14 раунд. Ну, да. Ну, опять же, мне кажется, что Энсы немножко все-таки подустали. Стрельба явно летит не у всех. И давайте посмотрим за выходом на B-плэнд через блоки. Стрельба от Мауса приносит 2 килла. Вносится сюда еще и Рон на двери. И этот легчайший килл против Х7. Дальше будет еще и против Аллу. До свидания, Аллу. Энсы уничтожены. Опять же, все совершенно логично. 14-9. Всего лишь в двух шагах Кингвина о том, чтобы забрать чемпионский титул на DreamHack Open. Конечно, это не самый большой турнир в этом мире. Но для Кингвинов это очень большой шаг. Потому что это команда, которая, как вы знаете, не ловит звезд. И старается просто играть в своем тир-2 уровне на хорошем формате. Вот взяла себе Таза 32-летнего. И пытается выйти на следующий. На тир-1 формат. Но я не знаю, честно говоря, когда они это сделают. Алексей, как это было неприятно. Прямо в карман залетела картошка. 35 хп в итоге остается у бомбардира команды Энсы. А по поводу Кингвина они сегодня обыграли АГО. А вот сегодня эта команда лучшая в Польше. Да, по факту так. Потому что раньше это были, наверное, Гоу. Так как у них на дистанции были лучшие результаты. АТТА срывается на зиг вместе с тиммейтом. Иксэвена замечает. Но убить не получается игрока Энсы. Он остается в живых. И может отойти еще как-то в тяжку. Или сыграть против центра. Ой, неплохо там по тазу залетает. Это было опасно. Маус находит фраг. Это было на точке Б. А Алексей Бю тем временем проходит по длине. А как вообще выбирается тактика на этот ранг команды Энсы? По всем фронтам пытаются пройти. И сейчас было бы неплохо притянуться. В итоге Та спускается в центр. И в этом Сергей убивает. Но дело в том, что у Кинген сейчас нет нормальной информации. И на А, и на Б пытаются выйти. Противник. Но теперь у Рица есть. Он точно знает, что противник был на нижней тэшке. Вырубает Сергей. И он также еще знает, что противник был на А. И боится, что его кто-то может зайти в спину. Чекает еще Аллу. Но походу для Аллы здесь путь закончен. Жалко, что это был Николашников сейчас. Сотриться. Если бы это был бы выстрел в прыжке. Еще и хедшот. Это был бы реальный рофл. Но, к сожалению, это не так. Кингвины берут ключей 15-й раунд. И казалось бы, Энсы действовали не так уж плохо. Они действовали супер путанно. Но Кингвины все-таки совладали. И это еще и чемпионшип-поинт для них. Только что мне сразу вспомнился этот клип с Пашей Бицепсом и Натинком, когда он его так щелкнул по голове. Такой еще звук был характер. Но щелкнули только что Аллу. Это было очень неприятно. В общем-то, ты пытаешься выйти. Ты знаешь о том, что соперник попытается, наверное, тоже на тебя как-то ворваться. Но у тебя Абик. Ты щелкаешь его, проходишь дальше к своему тимейту. Но там прилетает такое от Миниса с нижней тэшки. Отличная работа. 9.15 в итоге. Это чемпионшип-поинт для команды Кингвин. Они могут с счетом 2-0 закрыть соперников и забрать себе первое место. DreamHack Open Montreal 50 тысяч долларов. И респект абсолютно всех, кто сейчас смотрит эту трансляцию. Да. Ну и на самом деле 50 тысяч баксов это достаточно неплохо. Конечно, ТАС видывал и побольше. Но в случае с Маузами, Ритцами, Минисом и Роланом это даст им хорошую уверенность и буст в своей команде. Будем надеяться, что дальше они будут выступать еще лучше. Что касается финнов. Молодцы, что зашли до гранд-финала. Но теперь время походу расстаться с надеждами на первое место. Хотя X7 еще не готов с ними расставаться. Убивает капитана Виктора Войтеса. Заходит на лонг-энсы. Причем в этом раунде кингвины действуют не дефолтно. Они полностью оставляют эту часть карты на произвол судьбы. Смоки полетели. Мауз открывается. Стрельба пошла. Попал по X7, но по ноге. А не по телу. Или вообще не попал. Честно говоря, я не очень понял. Ролан тем временем подъезжает сюда на хилл пул. Под Мауза сыграет. Молики полетели на плент. Флешка ослепляет Мауза. Он пропускает всех троих оппонентов. Откидывает еще и Молик внутрь плента. Но здесь надо двигаться уже Ролану. Постепенно будет. Айрил прожигает 144 хп. И вот он Ролан. Сейчас его звездный момент. Под флешку его надо запускать. Да, там еще будет перетяжка вскоре от товарища Миниса. И как же сыграет Айвик от Мауза на этом зиге. Бомба уже была поставлена. Но и при этом сплента никто не может уйти. Это тоже проблема. Остался один в яме игрок. Это будет товарищ X7, у которого Голил. Он будет просматривать как раз таки врыв через просвет. Ролан. Вот. Это вот кидывается на гуся. Все-таки Алексей Би его не забирает. 19 хп. В итоге остается в большинстве команда Кингвин. Рид забирает Айрила. 2 в 4 ситуация. Неужели это конец для команды Энса здесь? На этом турнире Сергей тоже находит X7 последний. И там летит еще и флешка. Ювелирная ф... Лицо сопернику. Рид закрывает противника. Команда Кингвин становится победителем. Дримхак Оупен Монреаль 2018 года. Поздравляем Таза и компанию с этим титулом. Они молодцы. Они сегодня доказали, что самая сильная команда... Среди всех восьми участников.